Обильный снегопад застал врасплох пешеходов и водителей, а для коммунальщиков это очередной рабочий день, во время которого нужно устранить последствия непогоды. Александр Савельев за порядком на дорогах следит 15-й год. Сегодня на уборку улиц вышел с 7 утра. У нас дежурства идут. Первая смена работает с 7 утра и до 19 вечера. Так что у нас машина всегда наготовит. И вторая смена у нас с 19 до 7 утра. Как по интернету снегопад обильно обещает, у нас все уже подготовлено. Машины заправлены, песоксоляны, реагентами загружены. Так что ждем снегопад. К зиме коммунальщики Саранска приготовили 200 единиц техники. Правда, пока их выводят не на полную мощность. На дежурство вступают в две смены. Работа на дорогах и улицах ведется круглосуточно. Больших проблем не было. По большому счету больших проблем не было. Есть незначительные недоработки. В части того, что не совсем успели до 7 утра отработать. Потому что снег... По первому разу мы все прошли, весь объем. Потом он не прекращался, поэтому где-то были не совсем тротуары до конца убраны. Но это незначительно. Ну, небольшая каша тоже была. Ну, общественный транспорт не встал. Пробок не было. Непогода стала ключевой темой и на оперативном совещании в администрации города. На нем главы районных администрации отчитались о ходе уборки городских территорий от снега. На 7 утра последствия снегопада убрали 113 единиц техники. Ситуация осложняла то, что снег шел продолжительное время. В целом, работой коммунальщиков представители администрации остались не очень довольны. Не впечатлила она и жителей города. Ну, еще видите, сколько снега-то на дорогах и пройти. Вон приходишь, он все ноги глядит. Сегодня им троечку. Больше всего, знаете, чем недоволен? Недоволен то, что вообще песком сыпет. То есть грязь постоянная. А уборкой, то есть именно то, что трактора ездят, очень мало. Однако, последствия снегопада не повлияли на общественный транспорт. Нареканий по его работе не было. Осадки не повлияли на ситуацию на автодорогах, отметили в управлении ГИБДД. Если говорить о ситуации на данный час, то она стабильная. То есть всплеска дорожно-транспортных происшествий сейчас нет. Но, однако, не стоит, наверное, расслабляться. И, конечно же, всем необходимо соблюдать неукоснительно правила дорожного движения, для того, чтобы не попасть в дорожно-транспортное происшествие. По прогнозам синоптиков, дальше больше снегопад будет идти всю неделю. Но в дирекции коммунального хозяйства нас заверили. Ситуация на дорогах, тротуарах и во дворах города под контролем. Ольга Данилова, Елена Сергеева, Сергей Соколов, Андрей Просвиркин. Народные новости.